Теперь новые подробности большого скандала, который разгорается между Украиной и Хорватией. По вине Киева, Загреб фактически лишился истребительной авиации. Был многомиллионный контракт на ремонт МИГов и покупку еще нескольких подержанных самолетов. Но то, что хорватские военные в итоге получили обратно, даже не может подняться в небо. Подробности у Евгения Лямина. Отчего МИГи не летают? Теперь ответ на этот вопрос ищут хорватские исследователи. История на 17,5 миллионов евро. Для Хорватии удар по обороноспособности. Для Украины очередной удар по имиджу. Скандал на международном уровне. Коррупция на экспорт. Согласно договору, Украина должна была отремонтировать 7 истребителей МиГ-21 ВВС Хорватии. Плюс продать еще 5 подержанных самолетов, предварительно также отремонтировав их. После капремонта оказалось, что летать могут лишь 3 самолета. Скандал на самом высоком уровне. Мы следим за развитием ситуации и ждем результатов расследования. Но хочу сказать, что я беспокоена теми сообщениями, которые получаю. Все находится в руках прокуратуры, которая обладает полной информацией и всеми документами. Если выяснится, что кто-то виноват в том, что произошло, они не уйдут от ответственности. Кроме того, к концу этого года мы постараемся определиться со способом защиты нашего воздушного пространства. Конечно, и президент Хорватии, и министр обороны комментируют сдержанно. Ведь это история о том, как мигом не стало всей истребительной авиацией Хорватии. Пресса балканской страны пестрит заголовками. Наши миги фальшивые. Наша авиация была уничтожена. В статье приводятся подробности того, как Украина должна была повысить обороноспособность одной из стран-членов НАТО. На деле же проданные машины оказались, по сути, покрашены грудой металлолома. То есть, судя по всему, то, что было списано и по документам уничтожено в Болгарии, купила Украина. Немного подделала, в том числе и документы, и продала уже Хорватии. Такой вот круговорот старых советских мигов между странами НАТО при последничестве их важного союзника Украины. Как выясняется, на самолетах были перебиты серийные номера. Номера запчастей не соответствовали документации. Некоторые ремонтные работы вообще не выполнены. В УВС Хорватии теперь говорят, неладное можно было заподозрить еще раньше. По контракту перед приемкой самолет в Одессе должен был облетать хорватский пилот. Но украинская сторона не дала этого сделать под разными предлогами. Сперва, ссылаясь на погоду, потом сообщили, что, мол, на Украине идут боевые действия. Поэтому летать небезопасно. По этой причине и в Хорватию истребители отправились не своим ходом, как предполагалось. Их привезли по частям на грузовике. Вот этот трост держи просто, чтобы он не скряпал побольше. С виду и вправду как новенький. Но проблемы с истребителями начались сразу после сборки. Протекали топливные баки, не работали радары, самолеты постоянно ломались. Теперь правоохранители пытаются выяснить, как так вышло, что деньги улетели, а МИГи приехали. Бывший министр обороны Хорватии, при котором и был подписан контракт, настаивает. Все было прозрачно. У нас было два варианта проведения капитального ремонта. На Украине и в Румынии. Наш комитет, группа экспертов из инженеров, техников и офицеров, решил, что лучший выбор это Украина, где уже работали над МИГами для другой страны. Как выясняется, предложение было также и от Израиля, но Минобороны Хорватии его рассматривать уже не стал. Теперь военная полиция Хорватии, говоря о ремонте МИГов на Украине, все чаще употребляет слово «взятка». Выясняют, кому в Минобороне заплатили за контракт, который с появлением новых деталей все больше напоминает мошенничество. На Украине, говоря о скандале, тоже ищут чужих среди своих. И, как всегда, первое, что бросается в глаза – дела семейные. Один из топ-менеджеров предприятия «Укрспецэкспорт», которое и занималось ремонтом хорватских самолетов, 24-летний Антон Пашинский, сын народного депутата Сергея Пашинского. Он, в свою очередь, в Раде возглавляет комитет по обороне. Сохранить лицо украинской оборонки теперь пытается посол в Хорватии. Мы говорим о МИГ, а не о старой машине, которая находится на ярмарке в бочне Герцеговине в ожидании продажи. Я вас умоляю, это же военный самолет. Эта история не должна получить огласку, пока все не будет полностью проверено и исследовано. Украина настаивает, самолеты хорошие, Хорватия парирует, не летают. В обеих странах теперь ждут окончания расследования, которой точкой явно не станет. Евгений Лямин, Алина Абдюханова, Павел Петров, Первый канал.